С хильности Максима Кирьянова до робототехники педагоги колледжа стали зауважать, как только кем-левый подлеток пришел учиться. Благодаря его смелым ИДМ в интернате колледжа машинобудования появилась пропускная система и система полива покоевых рослин. Разумная перчатка – его первая и по коль-одейное выноходничество медицинского призначения. Перчатка состоит из пяти сервоприводов, четырех вибромоторов для воздействия на нервное окончание, нескольких метров лески, белевых крючков и процессора, который просчитывает все данные и получает команду от компьютера. Створить тренажер, який бы умоцовывал кисти рук и поддерживал мышцы в тонусе, подказала само життем. Некий час студент был пациентом кардиологического центра. Тогда же доведался, насколько дорого и складано обыходится реабилитация после инсульта. На то, как идея Максима увособилась в життем, потребовалась всего два месяца. Сначала она была одного плана, она визуально не поднимала пальцы, таксильных ощущений не было никаких. А потом со временем, с работой медиков, совместной работой, с поисками аналогов, пришли к нынешнему виду перчатки. Польшатка-робот будет корыстный пациентам после травм, что обмежевывает функционование кисти в рук. Разумная прилада, сгибая и разгибая пальцы, наводка ли сам человек еще не может вырушить рукой. Гумовый тренажер с компьютерным керованием имеет несколько режимов и запускается про специальную программу. Я вижу будущее этой модели в том, чтобы пациент работал сам в амбулаторных условиях и дома. Потому что на стационарном этапе реабилитации мы можем провести только ограниченное в течение достаточно короткого промежутка времени. А человек с инсультом должен восстанавливаться длительно. Это месяцы и годы работы. Створенное гумельским студентам разумное пристосование – больше компактное и танное, чем аналоги, которые сейчас используются в больницах. Польшатки в этом варианте со всеми комплектующими и системой кирования обойдутся, прикладно, в 50 белорусских рублев. До утра уже завертаются с просьбой продать мини-робота. Однако массовую вытворчность тренажер можно запустить только после технических и клинических выпробований. Заинтересовалась академия, но сейчас мы ведем с ними переговоры. До испытаний нужно провести полную модернизацию устройства. После этого можно говорить уже о испытаниях. А сейчас студент-выноходник шука инвестора для дальнейшей модернизации Польшатки. И вельми сподяется, что она сможет допомогти многим людям.